Продолжение следует... Все время тяготят вас в этом реальном мире. И вы... Вот организм начинает прятаться за этим состоянием. Состоянием де-реализации и деперсонализации. Тогда, когда вы как бы стеклом от гаража, то есть от этого реального мира, вы уже себя воспринимаете как какого-то... Смотрите героя, которые ходят, и себя не ощущаете как участника этой жизни. Вы как бы выскочили из этой реальности. Отсюда и головокружение. Отсюда вы не можете сосредоточиться. Вы не можете решить каких-то проблем и задач, поставленной жизнью. И вот многие требуют... Избавьте меня от этого. Дайте мне таблетку. Дайте мне чудодейственное какое-то задание. Я готов через голову перепрыгнуть, чтобы не испытывать вот этого состояния. Состояние деперсонализации, состояние де-реализации. О них я говорю более подробно в других роликах. Избавиться вот так вот просто нельзя. Есть на это ряд упражнений. Это эмоциональные упражнения. Это и сенсорные упражнения, которые вы можете посмотреть в других роликах. Я даю прям конкретные задания. Вы заходите, смотрите, делайте. Можете даже не писать, что вы делаете. Хотя лучше поговорить со мной. Потому что есть некие индивидуальные особенности. Но в этом ролике я хочу сказать, потому что этот ролик в марафоне «Познай себя, познаешь мир» это про когнитивную карту мира. Вот особенно важно вот этим невротикам как бы прописать свою, вновь прописать когнитивную карту мира. Где вот это выбило вас стрессовое состояние, какие-то обстоятельства, ряд каких-то людей, которые довели вас до жизни такой. Или, может быть, какие-то были проблемы, которые вы не могли решить. И они тянутся уже годами. И это все накладывает отпечаток на вашу когнитивную карту мира. И если мы подправим, если мы прочерчим более точно, ну вот как контурную карту вы делали. Но вы помните, что контурная карта – это расстояние между городами, это речки, это овраги, горы. То, кто доната – это не только то пространство, которое как бы скукожилось за стеклом, и вы его не воспринимаете, и себя в этом пространстве не воспринимаете. Когнитивная карта мира – это и пространство, и ощущение себя в этом пространстве. И мало того, это понимание восприятия этого пространства, восприятие своих действий в этом пространстве. Потому что когнитивная карта мира – это более широкое понятие, чем какая-то схема дорожных движений. Это не схема маршрута движения по дороге. Это, да, включает в себя пространство отсюда, и дереализация, деперсонализация будет уходить. Но включает еще и ваше представление об этом пространстве. Не только о пространстве, но и о восприятии вас в этом пространстве. Более того, некоторые убеждения, которые вам мешают воспринимать это пространство, как я говорю, населили это пространство зелеными человечками, и эти зеленые человечки нагадили в вашей когнитивной карте мира. И тогда происходит вот это искажение. Искажение действительности, искажение реальности, искажение восприятия себя в этой реальности и ощущения этой реальности. Вот насколько важна когнитивная карта мира, адекватная, хорошая, правильная для того, чтобы начать избавляться от деперсонализации, от дереализации, от тех проблем, которые и вызывают вот это плохое качество жизни. И возбуждают некоторые симптомы, которые вам страшны. И эти страхи вызывают панические атаки. Ну и качество жизни, соответственно. Значит, запомните, когнитивная карта мира – это одно из основных, начальных моментов работы с проблемой дереализации, деперсонализации. Еще раз повторяю, нет одного какого-то выключателя. Есть ряд последовательных действий. И одно из первых и важных действий – это ваша когнитивная карта мира. Так что отнеситесь, друзья мои, к этому марафону. Особенно те невротики, которые страдают от головокружения, от деперсонализации, от дереализации, да и панических атак, но я про это скажу в другом ролике. Подписывайтесь на мой канал, включайтесь в этот марафон. Мы победим!